Всем привет, с вами Red Commander и мы играем в RedStorm. Настало время поиграть в компанию и начнем, наверное, с самой, ну, визу, похоже, самой короткой, ну, по крайней мере, мне так кажется. Называется наш школьный учитель. Так, Гюнтершмидт, видимо, нас зовут Гюнтершмидт, вырос в городе Лаутербах, он всю жизнь мечтал быть учителем, хотел быть учителем, вот, но когда закончил получение профессии, оказался в Бундесвере. Он командир 151-го танкового батальона, 15-й танковой бригады, 5-й танковой дивизии. Вот. В ближайшие несколько дней его ждет 7 битв. Некоторые из них начнутся прямо сейчас, некоторые пойдут днем, некоторые ночью. Какие-то будут атакующие, какие-то будут оборонительные сражения. Ну что ж, посмотрим, из чего скроен товарищ Гюнтер. Начнем кампанию. Так, ваша миссия захватить победные локации, каждое сражение уникально и будет уникально отличаться от других. Так, что, посмотрим, что нам за карту выдали. Вот, кстати, победные точки. Карта большая, а где враг? Непонятно, кстати. Ну, скорее всего, мы будем действовать, не знаю, нам в рамках этой карты, в дальнейших миссиях. И как вообще все это дело продвигается. Я, честно говоря, еще не играл в кампании. Сейчас вместе с вами начнем. Так. Ну, довольно-таки интересная карта. Тут у нас речка имеется, но она от нас далеко. Ну, кроме как вот этих двух локаций победных, я, честно говоря, ничего не вижу. За что бы давались, сдавались победные очки. Поэтому цель номер один для нас занять, собственно, вот эти места и построить здесь оборону. Также я смотрю, что, в принципе, нам угрожать могут с двух направлений. Ну, с трех. Первая с юга. Ну, учитывая, что мы здесь изначально можем поставить свои войска, как-то сомнительно, что с юга на нас могут напасть. Вот с юга-востока и с востока это, скорее всего, к тому же, ну, откуда могут пойти доблестные советские войска, как не с востока, правильно? Соответственно, нам вот здесь желательно разместить какую-то серьезную оборонительную линию. Также с северо-востока вот по этой дороге на нас тоже могут пойти. Но здесь, наверное, имеет смысл, может, укрепиться в городе. Потому что вот в городе довольно-таки легко можно держать оборону вот здесь. Здесь просто так не переехать, грубо говоря. Но посмотрим, что у нас за наличствующей силой. Исходя из этого, будем уже решать. Итак, у нас есть, собственно, танковая бригада 15-я наша, состоящая из двух батальонов. Один танковый, второй панзер-гренадерский. Плюс есть самоходная артиллерия М110А2, которой нет. Ладно. Так. Ну, в принципе, учитывая, что у нас... Ага. Нам, как всегда, не все выдали. То есть у нас вот мы видим из трех батальонов... Так. Из трех танковых рот. Батальон. Вроде батальон. Из трех танковых батальонов дает. Это батальон и это батальон. Не, это все-таки роты. Из трех танковых рот у нас в наличии только... Только одна получается. И есть батальон разведки. А из... Тоже разведрота, скорее. Так. А из наших панзер-гренадеров у нас есть из двух рот. Только одна, опять же. И... Ага. Это у нас, по-моему, артиллерия. Посмотрим. 120-мм пушки М50. Радиус 7... 7 гексов. А не, вот радиус 6-150. Так, 6-150 это 12 гексов у нас где-то. 40 снарядов. И 7-62-мм пулемет. Так. Ну, не скажу, что суперартиллерия, но... Неплохая, кстати, она амфибия. Можно их будет подкатить куда-нибудь сюда, в Ленгенлейтен. И отсюда настреливать. Из-за угла. Правильно? Правда, в таком случае нужно кого-то оставить будет на прикрытие вот этой территории, чтобы со стороны вот этого Штейнберга к нам не приехали. Так. С этим понятно. Что у нас за танки? Танки у нас... Ой, вторые леопарды. С ними проблем быть не должно. Так, 127-мм пушечки. Бронепробитие 38 и 41 в зависимости от типа снаряда. Кстати, вроде как одна единица, ну вот, что бронирование, что бронепробитие соответствует 15-мм брони. Где-то я тут вычитал. Так что вот можно как-то прикидывать, да, то есть около 600-мм броню можем пробить. И, собственно, своя броня тоже свыше 600-мм, 630-мм. Так, 615, вот так, да. Это у нас количество боеприпасов. Ну, сбоку, конечно, мы уязвимы. Так, ладно, хватит трепаться, наверное, да. Надо как-то уже размещать наши войска. Причем желательно это делать максимально близко к тому месту, которое мы хотим, в конце концов, приехать. Давайте перебросим наших вернадеров. Штаб, кстати, тоже на танках, что очень приятно. Так, ну, начнем с них. Первым делом нужно занять танкистами выгодные позиции. Теперь что у нас с остальными товарищами? В принципе, основной штаб можно держать... Кто у нас основной штаб? Ты? Ты. Где-нибудь вот здесь. Так, хотя не знаю, если мы будем держать вот здесь оборону и вот здесь оборону, то он будет уязвим. Давайте чуть-чуть все-таки южнее его перебросим, а там посмотрим. Так, артиллерию. Обнижаем. Все-все-все, перебрасываю. Единственное, что, наверное, имеет смысл кого-нибудь забросить сюда. Давайте один отряд мотопехоты. Ну, на всякий случай. Быстрым темпом пускай продвигается вот сюда и здесь занимает позицию. Но задача какая? Кто-то, если по этому шоссе поедет, мы это дело вскроем. Не то, чтобы мы особо сильно сможем повредить одной ротой концерт-ринадёров, но лучше с одной ротой, чем без гонок. Так, дальше. Переброс, перебрасываю сюда на юг. Всех, кого видим. Итак, теперь с чувством и с расстановкой. Давайте сначала начнем с... Где-то у нас есть разведка. А, забыли, конечно, про разведку. У нас, кстати, тут еще есть... Так, департ. Кто это у нас такие? Сейчас мы заценим. Так, 30-миллилитровая спарка у нас тут. Ну, это, в общем-то, по большому счету, зенитка, да? Ближнего действия. То есть, надо их стараться, чтобы они действовали в зоне ближнего прикрытия наших танкистов. Далеко не уходили. Если есть зенитка, значит, наверное, у врага есть и вертолеты. Вертолеты для танков очень страшны. А учитывая, что у нас очень модные леопарды, нам совершенно не стоит их терять. Итак, первым делом наши разведчики. Давайте быстрым темпом. Раз, два, три. Где-нибудь вот здесь, пускай занимают позицию. Второй отряд разведчиков, пускай вот здесь стартует. Соответственно. Раз. Два. Пускай здесь ожидает. Ожидает приказов. Так, и третий отряд разведчиков. Тоже отсюда пускай стартует. Куда-то хочется так поставить. Чтобы они все видели, но никому не сказали. Пускай здесь потусуются, а там посмотрим. Может быть, отсюда они вот этот подъезд будут видеть, а сами при этом оставаться в невидении. В невидимости. Так. И штаб. Штаб разведчиков закинем куда-нибудь. Куда-нибудь. Вот сюда. Ну, я думаю, они справятся отсюда приехать. Главное, что приказы отданы. Так, сворачиваем. Что касается наших зиниток. Зинитки поедут за танкистами. Итак. Быстрым темпом мне надо забирать сам город. И ни в коем случае нельзя его отпускать. Так. Давайте-ка хасти. Тоже вот сюда к разведчикам. Один отряд поставим. Правда, в скрин лежим. Так. И у нас есть вот это вот на ягуарах. Это тоже, в общем-то, разведчики. Давайте сюда. Тоже скрин. Так, и штаб. Штаб у нас на одном танке. А он пускай аккуратненько пробирается в сам город. Так, с танкистами мы разобрались. У нас, правда, есть еще штаб. Штаб полка. Вот что делать у нас полка, похоже, да? Пам-пам-пам-пам. Пантер Бен. Бен, по идее, батальон. Танковый батальон. А тут... Ну, по идее, вот это роты. Если уж это подразделение батальона. Не знаю, хотя бригада, два полка вполне может не быть. Ладно, ерундой занимаюсь. Штаб тоже куда-нибудь сюда пока пришлем. Если что, он поможет. Потому что пострелять они... Тут у нас два леопарда, мардер и, собственно, штаб-квартира. Так. Теперь у нас, собственно, наш доблестный зенечек. Зенечек, кстати, не один. Но, тем не менее, давайте-ка зенечек вот сюда мы зашлем. Там захолдимся. И если что, куда-нибудь тоже выдвинем. Прикрывать от злодейских вертолетов. Так, и штаб, чтобы далеко не отставал. Ну, так аккуратненько тоже куда-нибудь сюда направляется. Так, с ними разобрались. Остались панзергренадеры. Их я хочу использовать, в общем-то, для вот этого южного прикрытия. Так, поэтому быстро снимаем вот эту позицию. Раз. И второй отряд панзергренадеров. Не менее быстро. Вот эту пускай позицию. Отлично. И, собственно, штаб. Так, теперь касательно артиллерии. Артиллерия, в общем-то, не очень дальнобойная у меня. И если враг сюда заедет, он может вот эту зону простреливать. Поэтому где-нибудь вот здесь, в редком леске, имеет смысл, наверное, их разместить. И пускай ждет звонка. Так, аккуратненько. Я вот сюда промечу и послал, конечно. Все. За 130 здесь, ну, вроде. Никого не забыл. А если кого-то забыл, то... То отдам еще приказ в следующий раз. Но основной штаб, пускай, здесь стоит. Все, запускаем. Вот, пускай все едут, занимают позиции. Самая загадка, конечно, сейчас, где окажется враг. Причем некоторые сценарии я тут играл. И, по-моему, действия врага, в общем-то, они не заскриптованы. То есть, бывают ситуации, когда действуешь... Ну, там, скажем так, запускаю миссию. Что-то там получается, что-то не получается. Решаю переиграть. И действия врага оказываются, ну, совершенно не такие, как в предыдущей миссии. Это, конечно, хорошо, если это все не заскриптовано, а есть какие-то, ну, там, а их так или иначе как-то соображать пытаются. Вот, ну, посмотрим. Здесь, правда, я играю первый раз. Но... Все равно интересно, как врагу поступать. Откуда он полезет, где у него изначальное расположение. Ну, по логике, на востоке. По крайней мере, здесь вот на юге мы никого не увидели. Я сейчас, наверное, даже разведчика туда запущу, на юго-восток, в край, чтобы быть уверенным, что оттуда советы не полезут. И если они оттуда не полезут, тогда я всю свою мотопехоту брошу на север, чтобы помогать там моему... Одной роте, которая у меня там защищается. Будет, точнее, защищаться. Может быть, даже имеет смысл выделить туда на север сейчас одного танкиста? Процесс идет, никого не видим. Ну, сейчас разведчики доберутся до... До вот этого шоссе вот здесь. И если враг пробирается здесь, то мы кого-нибудь встретим. Так, вот этих товарищей... Я вот как раз, наверное, зашлю вот сюда. Давайте-ка быстренько. Просто проверить, что с этого направления ко мне никто не придет. Соответственно, прикрывать их будет пока вот этим вот пехотинцем. А вот эти ребята у меня пойдут уже сейчас на север. Потому что, ну, я никого здесь не вижу. Вряд ли здесь, опять же, крупные силы врага. Поэтому давайте быстрым темпом в Сандберг и дальше сюда. Так, штаб пока здесь займет позицию. Но в дальнейшем посмотрим. Может быть, что-нибудь поменяем. Хотелось бы, конечно, сюда еще танк перебросить. Какое-то танковое подразделение. Тогда можно будет мотопехоту разместить где-нибудь здесь. На другом берегу реки. Или, может быть, вот здесь в городке. Вот. А в свою очередь танкистов разместить вот здесь. Это, кстати, было бы тоже логично. Наверное, вот этих ребят, они у меня все равно сейчас их диспозиция довольно-таки скажем так, странная. Их вот как раз сюда попробую заслать. Так, а мотопехоту пока не прозно. Давайте аккуратненько переведем. А вот сюда даже в лесок. Все, стартуем. В принципе, время еще должно быть. У меня, наверное, вот такую перелес локацию. Так, мы заняли клайм номер один. Пока нам никто не помешал. Правда, вот здесь вот возвышенность. И я еще не засветил вот эту территорию. Кстати, видимость 5,5 километров. Очень хорошая. Так, второй клайм взяли. Ага, и вот сразу обнаружили кучу врагов. Но мы заняли позицию раньше выгодную. Надеюсь, это нам принесет пользу. Причем мы сразу двумя танковыми ротами выехали сюда в зону соприкосновения. Так что у нас здесь какое-то преимущество. С возвышенности можем очень далеко стрелять. Ну и тут у врага только БТР. Что тоже нам довольно серьезное преимущество дает. И пока мы эту разведку расстреливаем очень уверенно. Гепард занял позиции в тылу, чтобы прикрывать нас от возможного авиационного воздействия. Так, ну тут разведку неплохо так крошим. Главное, что успели вперед них. Но вопрос, где у врага пойдут танки, он вообще-то существенный, потому что это советы их танковые орды, там по 30, по 40 бронеединиц, это, конечно, страшная сила. Так, артиллерия начинает работать. Можно, кстати, разведчика попробовать заслать, поискать артиллерию. Подумаю над этим вопросом. Вот как раз вот этого разведчика, он займет здесь позицию, через какое-то время, если все спокойно, можно будет заслать его вот так в поисках приключений. Опять же, артиллерия у меня здесь под надежным прикрытием, если никто не полезет с этого направления. Так, и у нас есть возможность дальше давать приказы. До них приказ еще не скоро дойдет, они вне радиусе действия штаба. Так, и танкисты, которые к ним на помощь придут, они тоже, в общем-то, не очень торопятся, скорее всего. Давайте мы этот штаб перебросим в городок. Так, а вот этих ребят здесь у нас тоже Мардер. Это у нас штаб, который управляет собственно нашими панцергренадерами. Его, наверное, переброшу вот сюда. Так, вот эти ребята туда поедут, но они еще долго будут ездить. Это, кстати, штаб. Зря я их туда послал. надо было, конечно, вот этих товарищей. Да, давайте быстрым темпом. Раз, два, три. Так, штаб, конечно, мы аккуратненько, пускай займет позиции где-нибудь здесь. артиллерии. Артиллерии пока делать нечего. Можно, опять же, ее передислоцировать севернее, потому что очень далеко подстреливается дорога. Если враг появится, артиллерия может туда не достреливать. сейчас позиция неплохая. Так, ты у нас едешь туда. И еще одна вот пехота тут стоит, но мне не хочется ее убирать, боюсь, что враг может пробовать все-таки здесь пролезть. Лучше перестраховаться в этой ситуации. Все, запускаем дальше. Так, вот уже вражеские танки. Т-64 БВ под прикрытием артиллерии, причем там походу решили прицельно пострелять по мне. Но у меня здесь хорошие, так сказать, глаза, поэтому у меня преимущество в упреждении врага. Плюс им придется сблизиться для того, чтобы эффективно по мне стрелять. Я здесь на возвышенности в городе некоторое время уже укрепляются мои определения. Так что, в общем, пока все нормально. Можно попробовать вот здесь занять позицию. У меня, по-моему, как раз сюда сейчас приедут. Приедет один из штабов от танков русских тут собственно толпа. не знаю каким более подходящим словом это можно назвать, но их много, их около тридцати. Но, ух ты, вот это мы им засаду хорошую строили. Причем противотанковыми, ну, птурами снесли сразу четыре танка и еще два вдобавок. Неплохо. Разведчик, правда, решил отойти, не выдержал. такого близкого подхода танкистов вражеских. Кстати, врагу было бы, наверное, выгодно вот эту позицию занять, мне так кажется, потому что, по крайней мере, отсюда он эффективно бы светил мою линию обороны и, в общем-то, имел бы возможность, наверное, хорошо отсюда и настреливать. Так, ну, здесь, конечно, тут будет аллея подбитых танков. К сожалению, у меня не так много стволов, которые могут эффективно сейчас стрелять. Собственно, семь танков, плюс вот эта вот рота, где есть дуры на вооружении. Так, ну, как минимум одну роту мы полностью уничтожили, правда, на ней все не закончится, конечно. так, что у нас с приказами. Так, ты, товарищ, продвигаешься, но очень медленно. Здесь у нас приказ получен, мы его обдумываем. этот товарищ, наверное, приказ еще даже не получил, а подкрепления ко мне так и не идут. Так, разведчик здесь занял позицию, и мы его пошлем аккуратненько дальше. раз, два, три. Вот, давай сюда в аккуратном режиме. Соответственно, вот этот товарищ может вообще вот сюда заслать, чтобы из леса стрелял. Мне интересно, что из этого выйдет, честно говоря. Так что давай-ка аккуратно, раз, два, три. Не знаю, что из этого выйдет, и возможно ли его воздействие из этого угла. В принципе, у них-то на вооружении есть Мардр, три штуки. Это противотанковая самоходка, вполне эффективная против советских танков, причем, особенно учитывая, что она будет работать в бок, так что все шансы на эффективный огонь у нас есть. Так, и наша артиллерия. Давайте-ка немножко похарасим тут. Раз. В принципе, я готов даже, так сказать, выбросить 90% боезапаса на вот этот вот удар вражеский, чтобы сейчас обезопасить свою диспозицию. Так, ну мы видим огромное количество полыхающих остовов вражеских, но вот такая вот разведка боем для нашего учителя школьного пока удачно складывается. Поехали вперед наконец-то мои. Восьмая северная группировка выдвигается на места и под удар попала попала разведрота танковый танковый батальон. А тут тем временем вторая бригада советских войск подходит танковая. Они сейчас в клинч пойдут с моими это может плохо закончиться учитывая что у меня очень мало войск непосредственно сил в линии соприкосновения с врагом. А этот товарищ не скоро приедет он задумался ух ты три раза нормально сейчас главное с первой группировки справиться потому что вторая она все таки чуть все таки она более выгодной позиции они заняли вот это вот лесок который я и советовал им занять но пока у них не получается оттуда прицельно вести огонь но правда они смогли уже наконец-то пострелять правда танковая рота которая здесь находилась в общем-то на две трети уже выгодит так ну глушат мои ребята тут все что продвигается вперед артиллерия помогает но артиллерия конечно не очень эффективна довольно таки слабое тут орудие ну 120 мм это не слабое орудие но на сравнении с тем что может быть там да какие у нас серьезные стволы на вооружении с делерийском есть все таки 120 это так чуть больше минометов параллели же вым тыловые части которые тоже подходят ну это правильно тут прямой наводкой с возвышенностью от бмпшки постреливать это самое то на севере там кстати вообще никого не видно чтобы кто-то кто-то ехал может зря я туда вот увел целую там ну фактически треть моих танковых сил ух ты вот здесь просто все усеяно горящими остовами было бы тут хорошая 3D графика что можно было после боя пролететь над полем сражение посмотреть на лунный пейзаж после взрывов после огромного количества взрывов так ну Т-64 покрошатся а других танков не замечен когда ко мне уже придут подкрепления вот что еще интересует потому что в общем-то у нас короткий бой в целом 7 часов до из которых уже полтора практически прошло четверть боя так и вот этот товарищ никак не может получить приказ так и стоит отдыхает но все равно это все бессмысленно бой ведут у меня только вот эти 7 танков все остальные отдыхают так этот товарищ тоже пока думает размышляет как и этот ну не знаю давайте мне уже пополнение как только пополнение придет мы его как-нибудь так разместим чтобы оно ну самое главное что нам в принципе других-то задачи не дают так что можно сразу все танки будут бросить сюда и спокойно обороняться хотя я думаю надо в контратаку будет переходить с такими темпами будет развиваться событие потому что ближе километра враг ко мне пока не смог подобраться хотя нет вру вот тут судя по трем горящим танкам на 500 метров смогли подобраться а вот сейчас еще один отряд подошел поближе они походу штурмовать будут вряд ли они будут огонь вести они сейчас пытаются выбить меня вот с этой позиции ух ты в упор стоят и одного леопарда сняли это конечно уже очень для меня чревато может один леопард это уже 15% наличивающих сил леопард да и они заняли заняли этот гекс не знаю долго ли они там продержатся леопард да конечно то что я отослал отсюда вот эту четверку это конечно может быть фатальной ошибкой по крайне по крайней мере там она просто шастает бездельничает а здесь у меня самая жесть но тот гепард начал работать в качестве противотанкового средства не знаю имеет ли он шанс побить 64 почему бы нет но вот что он имеет шанс это быть уничтоженным осталось только один гепард у меня и сейчас прилетят вертолеты это конечно будет очень грустно все гепарды закончились да еще одного леопарда мне сняли причем тут их немного этих 64 это разведка показывает всего 3 танка наличие но неужели кого-то подбили да все кого-то подбили можно возвращать себе эту локацию так ну на ботопехоту советскую честно говоря я особо внимания не обращаю вот сколько я пока не воевал эффективного огня по танкам она никогда не показывает чем она в лучшую сторону отличается кстати от той же самой немецкой мотопехоты которая очень даже боеспособна ага и мне пришло пополнение пополнение пришло на северо-западе отсюда она будет переть полгода до туда докуда мне надо что конечно архи грустно ну ладно сейчас попробуем вот тут в предместе городка занять подошедшими войсками так или иначе не просто же так они там появились вскрыли еще одну танковую группировку врага нашим разведчикам ну и конечно же посмертно наверное надо отменять приказ мотопехоте на продвижение врага там действительно очень много интересно я могу их вот эти товарищи куда-нибудь пил нет никуда не могу так что у нас здесь два леопарда два мардера и штаб квартира нет давайте-ка мы аккуратненько займем вот эту позицию и попробуем здесь заходится дальше ты дружище во весь опор лети сюда любым способом мне честно говоря все равно ты тоже возвращайся раз два хотелось было сюда три этот ладно пустяка и остается что нам здесь выдали целиком танковую бригаду но вот куда она сможет проехать отсюда это большой вопрос давай-ка быстрым темпом сюда раз будешь прикрывать сюда два сюда три и разведку тоже сюда пускай такая полупозиция назовем так так штаб вместе с ними сюда сколько а еще артиллерию кстати дали артиллерия давайте-ка просто она будет пока на связи по этим участкам надо конечно же стрелять но пускай пускай лучше она будет именно вот такая связующая а вот эту запасную мелкокалиберную артиллерию мы как раз используем в качестве такого а все приказа больше нельзя делать в качестве подавляющего огня лесом пошли эти танки но в принципе неплохо пускай идут как мы видим танки в лесу неэффективны потери очень серьезные ну вот отсюда мы будем конечно лететь с максимальной скоростью в течение полугода чтобы нужную позицию занять и страшнее всего для меня сейчас на самом деле просто вертолет я совершенно не знаю чем мне с ним бороться потому что я своих гепардов очень глупо терял у меня есть конечно там пулеметы на танках курсовые да есть БТР которые тоже могут пострелять по большому счету это ерунга а учитывая маленькое количество меня танков передовую частям это может быть критично важно одна надежда что мы сейчас врагов перестреляем быстрее чем они привезут вертолет не знаю возможно такое мотопехота прорезалась опять в городок стянул на себя огонь за счет нее могут сейчас проскочить другие танки еще одна бригада подходит танковая так сняли мне леопарда вот злодеи лесовички они конечно напрягают жаль нельзя ну и точнее подготовить оборону то есть были бы миссии где например можно разместить самостоятельно минные поля или например ну как-то какие-то укрепления продумать да то есть так у игры конечно потенциал огромный потому что вот на этом движке если сделать игру практически в любом сеттинге это будет очень круто причем на самом деле наиболее интересно мне кажется если бы вот такая вот система ну не непосредственное управление такого отложенного управления была реализована скажем в каких-нибудь какой-нибудь наполеонике вот это было бы действительно круто когда ваш приказ передается действительно там грубо говоря посланием с курьером курьером который может и не не доскакать до адресата вот наверное вот такая система когда большое поле боя на котором на прямой видимости находятся ваши войска но вы можете отдавать приказы только очень с большим лагом это было бы действительно круто или как вариант ну со средневековым сложно потому что приказы средневековья это то еще веселье ну скажем начало нового времени когда профессиональные армии стали появляться или римская эпоха это было бы интересно да в общем-то по этому сражению я сейчас понимаю как нужно было обороняться нужно было просто держаться за городок ну опять же если бы враг действовал ровно так же как он действует действует сейчас никого не уводить окопать в лесах здесь мотопехоту танки в городе и конечно же бы в арте сложилось бы намного проще ни в коем случае нельзя было терять вот это вот вот этот гекс сейчас отсюда выбить врага очень сложно так же ни в коем случае нельзя позволять врагу заехать на мою возвышенность а он уже это делает о кстати мы начали стрелять по вертолету так ну выбейте вот этих товарищей чего они торчат так у нас опять есть возможность отдать приказы давайте ка мы вот эту вот зону немножко простреляем очень мощная группировка вражеская едет хочется конечно ее прорядить теперь что касается вот этих танков да ты сюда сюда нет давай-ка быстро 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 и вот сюда заходится и ты нет ты и сюда поедешь а куда-нибудь сюда отлично запускаем но круче всего говорю было бы в наполеонике все-таки у меня такая мысль все в красивых формах качественная кавалерия линейная пехота мне кажется получилось бы конфетка игра ну вот современные действия тоже вполне эффективно то есть про вторую мировую тоже было бы неплохо такую игру сделать причем вот собственно лак который здесь в минутах во второй мировой составлял бы конечно часы потому что там снабжение радиостанциями и скорость передачи приказов была не очень высокой особенно в нашей армии к сожалению очень часто это приводило к серьезным последствиям но и у немцев не все было так хорошо потому что есть большое количество прямых свидетельств о том что ну войска не знали что делать не могли получить достоверную информацию ага у меня артиллерия попала под огонь уже так здесь очень крупная бургировка врага если они подъедут все закончится очень быстро так вот артиллерия стреляет толку от нее нет сразу вспоминается мне незабвенный ордеров battle там тоже стреляет артиллерия много а вот толку никакого нет такое сравнение так еще одного леопарда потеряли уже в половину сократилось наше непосредственное участие здесь конечно очень плохо и нам опять дали подкрепление мотипехоту куда мне вас девать мотипехота вы сейчас через юг пойдете попробуем что-нибудь менять придумать знаю в леске здесь засядут ну реально в чистое поле сюда их уводить бессмысленно по этой дороге везти они там склеются так и конечно нужно вот этих товарищей сносить сколько можно это терпеть непонятно мне вот эта оперативная пауза которая берет совет сейчас бы им в решающий штурм перейти так ну же артиллерия смогла что-то подбить молодцы так все сняли с танкистов сняли осталось что-то придумать с вот этой пехотой отлично подбили осталась чистая пехота не мото пехота даже даже без бдр просто обычные ребята с калашами а калаш пробивает два метра с закаленной брони как всем известным нашел себе цель честно говоря с одной стороны конечно любой урон это наш шанс на победу но вот все-таки в такой жесткой ситуации стрелять по какому-то там бетеру толовому это очень спорное решение вот это другое дело потому что в общем-то если я разобью вот эту группировку танковую то есть вот эти вот вот эту бригаду надеюсь последний то у меня уже не будет серьезных каких-то проблем с тем чтобы перебить оставшиеся б так и кстати они может быть реагируют таким образом на мою мотопехоту засевшую в лесу поэтому и не хотят продвигаться особо быстро ой сколько всего там на прилетало то ко мне еще леопард я даже не думал что ко мне придут еще танки честно говоря но это очень круто осталось только дождаться их приезда так и наша фаза приказов отлично у нас целый целый танковый так ну все-таки это рота танковая рота давайте быстрым темпом раз два три раз два три почему вот сюда их высаживаю просто хочу если враг поедет через вот эти вот эту территорию иметь возможность его здесь встретить да в чистом поле это будет не очень выгодно но если мои танкисты приедут всем скопом это будет уже ну не важно что их не так много потому что ну в общем-то все мои подразделения которые здесь есть они вполне смогут на равных встретить вот эту группировку танковую которая здесь есть так с вами разобрались теперь мотопехота мотопехоту я тоже трогать не буду так на тебя у меня приказ есть на тебя есть все вроде даже знают что надо делать все едь сюда сколько приказов интересно осталось давайте посмотрим еще шесть приказов за фазу могу отдать это это неплохо давай-ка сюда твой друг тоже пускай у нас только подразделений просто их передислоцирую пока в боем них особо нет возможности сейчас ввести а затем как только они сюда прибудут мне хочется их перебросить опять же вот этим южным путем вот сюда в мягкое подбышье к врагу чтобы он еще сильнее на них отвлекался очень как-то неспешно вертолеты летят но вот это разведчик вертолет сколько понимает и этот разведчик неужели у них нет ударных вертолетов или самолетов о и мы обнаружили вражескую артиллерию и вазик вазик кстати нужно захватить да да море трупов надо страшно представить сколько уже техники потеряно да да но наши вот резервные танки еще в нескольких километрах сзади еще ехать и ехать хотя они конечно едут по дороге леопард довольно таки быстрый танк а вот эти вот последние километры очень тяжело удаются моим моим войскам которые уже не знают как сдерживать врага но начали громить пехоту ну занимайте занимайте эту территорию это кстати может для меня оказаться не очень выгодным на занятии 850 очков потому что вот сразу попаду под обстрел вот этих вот 18 танков это вот 100% ну с другой стороны это захват города сделает его собственно моим и врагу придется выдвинуться сюда так мы тут потеряли кучу техники ну да то что мы нашли вражескую артиллерию оказалось бедой для нас а не для них к сожалению так вот бодрый разведчик продолжает гулять по вертолету бессмысленно но не дает ему расслабиться так и самое главное что он в общем-то так или иначе мне тут немножко помогает подсвечивать разведка в этой игре очень важно так вернулись я этот клайм посмотрим как меня встретят на этой священной земле огнем встречают правда пока не по этой территории по северному гексу ба-бах опять что-то разнесло подбить его уже этот вертолет интересно почему так неэффективно стреляет отсюда советские танки то есть ну понятно снизу стреляют но когда я играл за советы честно говоря там была такая ситуация что натовские танки например снизу по возвышенности стреляли за счет очень хорошо да тут влияет время сколько на определенной территории находятся подразделения то есть насколько сильно оно смогло там окопаться занять позиции изучить вот но все равно все равно когда тут полсотни советских танков встречают 7 леопардов эффективность огня должна быть немножко другой еще один отряд целиков на этот раз водопехота на сколько 1 2 3 4 5 6 7 8 4 километра еще ехать до момента соприкосновения с врагом мне кажется даже вот эта южная группировка быстрее прибежит здесь мы из винтовок пытаемся расстрелять артиллерию не получилось а вот вазик нам захватить не удалось собственно цель миссии провалили можно сказать поэтому огонь будем вести теперь беспощадный ну кстати злодеи они теперь еще по месту где только что у нас был разведчик еще артиллерию удара удара решили нести так ну вот начали наконец-то стрелять по свежезах по свежезахваченному городку часть пока нефиг так три минуты до новых приказов но в принципе как только я вот эту танковую группировку уничтожу наверное партия 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 так так очень плотненький гекс сюда если враг пострелять решит будет очень грустно но не решит честно говоря даже особо приказов никаких давать возможностей нет давайте артиллерии постреляем опять же немножко похарасим вперед самолонбой странно что у советов нет ударных вертолетов или ударных самолетов в этой миссии это было бы для них просто очень хороший ну так и подспорим качественно что мне здесь все кучкуются непонятно уже 5 по-моему юнитов в одном гексе так и наконец-то подходит северная группировка и шансы советов прорваться практически равном углу теперь ну к тому же они не пытаются они похоже закрепиться вот здесь решили но учитывая что они все в засвете это такая спорная инициатива ну конечно в эту игру нужно играть по сети и и в принципе после после прохождения кампании за правого немецкого учителя ну не знаю если она вам интересна конечно то надо будет сконцентрироваться на попробовать несколько миссий откатать против реального человека так что кому интересно подуэлиться в принципе пишите в группе вконтакте я как видите не профессионал действую по наителю так что буду рад сражению как с непрофессионалом так и с было бывалым бойцом который научит может меня как тут воевать нормально вот мануал который в открытом доступе есть я уже качественно поштудировал но тут все равно сохраняется большое количество таких тонких моментов которые мне до конца несты так что обязательно еще раз пишите в моей группе вконтакте кто хочет в дальнейшем в ну в редсторм поиграть по сети в дуэль может быть большую карту так и начал начал арт покуливать но опять никуда все улетает долпа танков стоит подбить никого не может хотя с такого расстояния неудрено главное напугать врага когда уже этот вертолет успокоится за разведчиком мне даже много победных очков дадут здесь зенитки еще походу стоят учитывая учитывая что у меня опять же в этой миссии нет ни одного вертолета самолета пускай стоят их враг может смело использовать как разведку толку от них все равно нет тем временем и нам это судит победу правда вот здесь уже 12 танков 64 бв да и они решили пойти в ближний бой напугали опять моих феопардов ага тут их 24 даже так что-то я расслабился не вовремя сейчас тунгуска в ближний бой еще пойдет ох ты вот это они взамен конечно попали за один залп 5 танков и как никогда вовремя выскочили как чертики из табакерки вот эти мои вот это моя рота 7 свежих танчиков сейчас еще 4 11 танков здесь у нас противотанковые самоходки опять же есть ух ты отбили мне еще одного леопарда ух злодеи ну сейчас блокирующим огнем мы их накроем правда с такого расстояния тоже эффективно они стреляют конечно и мы сейчас потеряем много много леопардов потеряем но главное уничтожить вот этих прорвавшихся как я и говорил что у нас здесь будет численное преимущество вот именно здесь и этим надо пользоваться так ты у нас отдыхаешь давай-ка аккуратно куда-нибудь сюда так ну вот чисто говоря не знаю что вы тут делаете пусть им покататься по шоссе может кого-нибудь найдет там вражеский штаб как вариант а ты дальше по шоссе отлично так с артиллерией все ясно с вами все ясно так вы ребята выдвинутесь сюда на позиции давайте-ка быстрым темпом раз два и куда-нибудь сюда раз два три мне интересно как бы вот именно опять же выйти в тыл вот это можно опять пощупать этот вазик заветный вражескую артиллерию таки мучить все запускаем будем тянуть надо нейтрализовать эту группировку так вот мы тут получили чистое преимущество за счет того что все разом выскочили там мы потеряли три танка это очень грустно но враг здесь лишился вот на этой вершине больше 20 танков в сумме так что для нас опять заняли здесь позицию и даже умудряются эффективный огонь еще я вижу несколько танков в тылу пока особо они не пытаются роваться но мы конечно сейчас 10 стволов или сколько даже больше должны все это дело расчистить ну конечно по гремлину пострелять даже еще так и у нас собственно окончание 86% рейтинга и это победа так давайте посмотрим что нам что нам расскажут так данная сценарий закончен хотите сохранить вашу компанию давайте сохраним птичер один все сохранили посмотрим чего мы добились так так у нас суперская победа не побоюсь того слова преимущество 86% это больше чем 65% это лучшая из возможных побед так ну посмотрим сколько мы уничтожили а уничтожили немного 202 вражеских подразделения было уничтожено это 108 танков в том числе это конечно сумасшедшая величина 108 наши потери составит 19 уничтоженных и 7 поврежденных юнитов довольно таки неплохо конечно вот это вот первое мое основное подразделение которое пришло нанесло сумасшедший урон мы видим при том что одну один взвод мы послали на север да он в результате подбил только одного один танк а вот эти два взвода вместе на пару подбили получается 82 танка это круто так ну вот контроль за локацией они нам уступили поскольку мы их так сказать разбили со всей жестокостью и мы закончили первый сценарий можно посмотреть расположены вражеские силы были в общем-то да все они здесь собраны танковых частей больше нет ударных вертолетов нет есть несколько танчиков все осталось мотопехота но они уже поняли что ссуваться им некуда в общем-то ну миссия простая конечно единственное что всегда в таких миссиях неизвестно откуда пойдет враг честно говоря я думал что будет два направления удара и было бы интереснее если бы они еще пошли с севера ну ладно а на сегодня все не забудьте поставить лайк оставить комментарий и высказ по поводу того хотите ли вы задуэлиться со мной в данную игру научить меня чему-то или просто повоевать всем спасибо всем пока был с вами Red Commander как всегда до новых встреч до новых встреч